Называемые сарком мягких тканей. Здесь имеется поражение кожи с выходом наружу. Внешне напоминающая меланому, но у этой опухоли другое название. Саркома мягких тканей. У пациента она на спине, но встречается на ногах и руках. Пенсионер не заметил в родинках подвох. Вот эту залечил я йодом быстро, а йод тоже пройдет, пройдет, пройдет. Вот так и дотянул. Поражаются именно мягкие ткани мышцы, связки, жировая ткань и кости. Одно из самых редких онкозаболеваний. Одновременно одно из сложных в диагностике. В прошлом году в стенах республиканского онкодиспансера было прооперировано почти 90 пациентов с диагнозом саркома мягких тканей. 1% из общего числа онкозаболеваний. Тем не менее, это тот недуг, который диагностировать на ранней стадии очень сложно. Врач, который каждый божий день видит рак молочной железы, рак легкого и так далее, он может встретить одного или двух пациентов ежегодно, которые попадают с диагнозом саркома. Распознает саркомы только точная диагностика в 11 клиниках. По всей стране созданы для этого центры. И татарстанские онковрачи одними из первых выделили столь узкую специализацию, целое отделение. Поэтому сегодня московские, самарские и республиканские медики о саркоме говорили именно в Казани. Лечение комплексное и комбинированное, включает в себя и химиотерапию, и хирургию, и лучевую терапию. Все эти знания, аккумулировав в лечении данной патологии, мы можем уверенно говорить, что на сегодня в нашем диспансере данная патология лечится на мировом уровне. Саркома скрыта от глаз, точнее видна только после исследований, но разглядеть можно. Быстро растет, которая прорастает окружающие ткани, деформирует кожу. Вот это то, что может привести человека к тому, что нужно задуматься и побежать к врачу. В Поволжье количество заболевших саркомы достигает 6% от общего числа всех онкозаболеваний. Это максимум по стране. Значит, именно у нас ее могут разглядеть и зарегистрировать гораздо чаще. Альбина Минибаева, Ишат Мухаммедов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова